Всех приветствую! Дело с изготовлением турбореактивного двигателя немного застопорилось, ребята. Все это из-за того, что нужно гнуть листовой металл, а у меня отсутствуют вальцы. Специальная вещь для этого создана. В общем, решил я изготовить. Это видео как раз таки будет посвящено этому. Накидал вот небольшой чертеж такой. Вот и строго по нему буду делать. Одну деталь уже сделал. Это базовая деталь. Здесь такая прорезь, которая должна будет пружинить. В общем, все по порядку. Сейчас сделаю вторую и мы будем двигаться дальше. Ребята, в мастерской появилась маленькая радость. Вот такая вот пила торцовая. Честно говоря, это просто сказка ей работать по алюминию. Мне даже кажется, что с ней никакая ленточка не сравнится по производительности. Значит, что мы делаем? Фиксируем струбцинкой плиту. Плита 16 миллиметров толщиной. Дюрал D16T. И полетели. Это раз. Это два. Имеем две таких вот детали. Здесь нужно допилить, доработать вручную. Вот. Теперь нужно их обработать. Сделать, как вы понимаете, на одной высоте. Одинаковыми. Вставлю сюда что-нибудь типа того. И на той же пиле сделаю пропить. Отверстие пройду разверткой, чтобы было как можно более гладкое. Меньше концентрации напряжения. Сами понимаете, здесь оно будет играть, чтобы его не разорвало. Теперь можно соосно обработать края. Получилось все строго под 90 градусов. Что не может не радовать. И все ровно относительно вот этой прорези. Здесь будут валы. Шестерни у меня уже готовые. Я когда-то делал для ТВ-4. Это стандартные шестерни на 24 зуба. Никуда они не пригодились и никому. Поэтому будут использоваться в этом механизме. Немного усовершенствовал чертеж. Нарисовал уже более конкретно. А вот они эти две детали. Я их посадил на планшайбу, выставился. Сейчас буду окончательно выставляться уже на токарном. Здесь небольшие люфты есть между деталью и болтом. В общем, задача такая. Почему я буду делать именно так? Потому что хочу сделать все пакетом, чтобы отверстия в деталях все были соосные. Все были с одинаковыми межцентровыми расстояниями. Потому что здесь будет три вала. Вот так вот расположены. А здесь будет подвижный вал. Сейчас моя задача расточить очень точно вот это отверстие под такие вот подшипники. Я буду ставить не эти конкретно, а таких размеров обычные подшипники. В таком положении смело можно растачивать и делать с деталью все что угодно. Обороты главное не превышать, не гусарствовать и все будет отлично. Играет музыка. Подшипник сидит нормально. Можно двигаться дальше. Отверстия под рабочие валы будут сделаны на фрезерном станке. Сначала просверлю по координатам. Потом буду дорабатывать фрезой. Одно отверстие есть. Теперь перемещаю на 30 миллиметров по лимбу и делаю второе. Сделал такую вот борщ-штангу. Теперь буду растачивать начисто. Обороты надо бы побольше. И погнали. Так, есть. Одно отверстие готово. Теперь отъезжаю назад и по координатам. И буду делать следующие отверстия. Итак, друзья, вот что получилось. Здесь вставлен посреди подшипник. И видим, что все отверстия просто мега соосные. По сути, они сделаны за одну установку. Можно теперь это дело вот так раздеталировать. Получилось две таких корпусных детали подвалы. Можно их хоть так, хоть так, нет. Должно быть все сделано вот так. Заготовки подвалы у меня вот здесь уже лежат. Я еще не знаю, какой длины определиться. Хотелось бы подлиннее сделать. С другой стороны, хотелось бы с этих двух заготовок 3 вала сделать. Может быть и получится. Также был закуплен на металлоломе вот такой вот офигенный редуктор. Небольшой червячный с передачей 1 к 20. В мастерской у нас вот тут вот был такой движок. Тоже пойдет, я думаю. Хотя посмотрим, если такая мощность не потребуется, большая, скажем так, для такой редукции, то может быть еще поменьше движок поставлю. В общем, нужно брать, чертить дальше. Потому что непонятно. Здесь будут подшипники. Здесь будут латунные втулки вставляться, вытачиваться по размеру и по диаметру шестерен. В общем, внутренний диаметр будет 15 миллиметров. Небольшая доработка шестерни. Застопорился на чертеже. Нужно понять, с чем мы имеем дело. Сюда должны будут помещаться обе вот эти шестерни. Так, смотрим. Ну вот, видим, что все помещается. Делается это для того, чтобы все было более-менее компактно. Точно сверлю отверстия, потому что нужно попасть между вот этих двух отверстий посредине под резьбу на 8. Это дело можно легко сделать на фрезерном станке. Обороты побольше. И пошло. И нарезаю резьбу. Вот эта резьба, которая здесь находится, она нужна для того, чтобы фиксировать вот эту прорезь подвижную. Также можно подтянуть и сделать немножко меньше расстояние между вальцами. В общем, все еще увидите, что будет работать. Шестерни решил срастить таким вот способом. Посадил на посадку. С небольшим натягом получилось. Также зафиксировал на эпоксид. И вот нарезал 4 резьбы. И вкручу 4 таких вот болта сюда. Теперь идем на токарный. Обрабатывать это дело. Все готово. Довольно таки неплохо. Тулки сделаю из бронзы марки BRUSH. Бронза марки BRUSH немного магнитится. Вот тому пример. Видно, да? Магнит не падает. Поехали! Сделал втулки. Можно даже уже немного подсобрать всю эту конструкцию. Втулки весьма плотно получились. Так, это раз, два. Вот так это примерно все будет выглядеть. Можно приступать делать валы. Валы сделаю вот с этих прутков. Прутки на 32 см. И сталь какая-то интересная. А сами валы, вальцы, будут диаметром 30 миллиметров. Далее. Удаляйте. Далее. Петр. Проверяем. Вот, друзья, прутки со всех сторон зацентрованы. Теперь осталось делать техники, выточить с них вальцы. Один опорный вал уже сделал и сделал черновую заготовку на рабочий вал. Сейчас буду делать третий вал и покажу вам технологию. Обтачиваю с двух концов для соосности, так сказать. Можно даже немножко подправить центровки. Предварительно обточил. Дальнейшие действия будут производиться в центрах. Выточил центр вот этот за один установ. Теперь можно базировать детали, можно ее даже снимать. Она будет делаться по сути за одну установку. Даже если ее снимать и ставить обратно на место. Деталь будет вращаться только за счет прижима этого центра. Поэтому сильно заглубляться нельзя. Это именно для чистовых проходов. Теперь кропотливая работа по созданию посадок под подшипники и по изготовлению цилиндричности вот этой рабочей части. Крайний проход для основного вала. Выставил заднюю бабку, чтобы не было конусности. По моим расчетам здесь до одной до двух соток конусность должна получиться, не более. Но если что, доработаю наждаком, потому что делаю уже в размер. Вот они все детали изготовлены на данный момент. Можно уже даже немножко подсобрать вальцы. Посмотреть, что получается. Две боковины уже завтулены. Это нижний приводной вал. На него будет осуществляться привод через редуктор. Это паразитный вал. На него привод будет переходить через шестерню. Ну а это подающий вал. Он на подшипниках будет просто вращаться. Такая вот здесь система. Не хватает четвертого вала, который должен быть подвижный. Я пока еще даже, честно говоря, особо не придумал, как его лучше сделать. Масса возможностей, масса вариантов. Нужно выбрать самый технологичный в данном случае и изготовить. На валах осталось сделать пазы под шпонки. Здесь уже все есть. Так вот все это дело вращается. Здесь есть небольшой зазор. Я оставил. В принципе его можно выбрать, если сжать расстояние между вальцами. Здесь есть отверстия, в которые болтики будут вкручиваться. Они, во-первых, будут фиксировать, чтобы не разорвало по вот этой щели. Ну а во-вторых, можно как увеличивать, если ослабить. Оно будет с нажимом зажимать также и уменьшать. Расстояние между вальцами получилось равномерное. Хотя, опять же, его можно настраивать изменением вот этой вот щели. Расстояние около 0,1 миллиметра. Честно говоря, хотел немножко больше. Вот 0,1 миллиметр по щупу. Он сюда залезает. Хоп-хоп. Ну а если взять щуп 0,15. Вот два срастить. А, или хотя есть тут 0,15. Он уже не залезает. Нигде не залезает. Здесь весьма точно сделано. Я постарался. В общем, нужно двигаться дальше, друзья. Делать привод. Есть редуктор. Вот такой. Нужно его немножко восстановить. Посмотреть, что там с подшипниками. Смазать и соединить с двигателем. Посмотрим, может этот, может поменьше движок возьму. Установить все на раму, сделать гибочный вал. Самое основное. В общем, в следующих сериях вы это как раз таки и увидите. Ну а с этим видео все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Также можете подписаться на мой аккаунт в инстаграме. Чем он интересен? Я там выкладываю фотки еще незаконченных проектов. И они там появляются иногда гораздо быстрее, нежели видео в ютубе. В общем, подписывайтесь и туда, кому интересно. Ну а у меня на этом все. Всех благодарю за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok